СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН КАМКАБЕЛЬ Водитель Нивы задел Фольксваген, в результате чего водитель немецкой машины получил травмы. Примерно в это же время вблизи Лабетнанге водитель Лексуса пошел на обгон, не убедившись в безопасности. В итоге иномарка врезалась во встречный ВАЗ. Водителя отечественной машины с травмами доставили в больницу. В тот же день в 16 часов в Губкинском сбили пешехода. Водитель Шевроле при повороте налево не предоставил преимущества человеку, который переходил дорогу по зебре на зеленый. После аварии пешеходы госпитализировали с травмами. На главной трассе Ямала водитель сбил полицейского и причинил ему тяжелые травмы. Так, в Надыме расследуется уголовное дело о ДТП, в котором серьезно пострадал сотрудник дорожной полиции. Пришествие случилось 17 января около 9 часов вечера. Водитель Ниссан не успел притормозить и сбил инспектора, когда тот был при исполнении и нес службу на трассе Сургут-Салихарт в Надымском районе. В результате аварии полицейский получил тяжкий вред здоровью и попал в больницу. В настоящее время идет следствие. В Лабытнанге собака напала на беременную женщину. Об этом накануне сообщили местные СМИ. К делу тут же подключился следком. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям муниципалитета, на который возложены обязанности по отлову и содержанию в приютах безнадзорных животных. В Надыме на 12 лет осудили мужчину, на счету которого убийство, кража и дебош. Цепь преступления раскрыли ямальские следователи. Безработный северянин украл телефон друга, 15 тысяч рублей с карты знакомого, устроил пьяный дебош в кафе и избил там полицейского. Точкой этой истории стал инцидент в поселке Пангаде. Злоумышленник после застолья со знакомым два раза ударил его ножом в живот. От полученных ранений пострадавший северянин скончался в больнице. В итоге на 26-летнего мужчину завели уголовные дела за кражу, насилие в отношении полицейского и убийство. Суд приговорил рецидивиста на 12 лет колонии строгого режима. Очередной случай крупного мошенничества произошел на Ямале. Как сообщает полиция Нового Уренгоя, после звонка от лжеслужбы безопасности банка с сообщением о попытке взять кредит на имя потерпевшей, женщина с перепугу взяла кредит сама и с помощью нескольких банкоматов перевела неизвестным более полутора миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии строгого режима, в то время как женщине примерно тот же срок придется выплачивать банковскую суду. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Там, где нужен свет и электричество, там используется качественный кабель. В магазине Камкабель вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое. Звездная 15. Торговый дом Альянс.